Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода и обратимся к четвертой главе. Четвертая глава, собственно, включает в себя продолжение того грандиозного поручения, которое Господь Бог Израилев дает Моисею, того поручения, которое в предыдущей главе начинается с Откровения при Неополимой Купине. Здесь, в четвертой главе, рассказ этот о том, как Бог посылает Моисея в Египет, вывести народ Божий для того, чтобы совершить богослужение в пустыне, вот этот рассказ содержит удивительную, удивительную действительно вещь в начале четвертой главы. Здесь Моисей отвечает Богу и говорит, вот, а если они не поверят мне, имеются в виду израильтяне, которые, как Моисей предполагает, могут не поверить ему, что Бог послал его, так и египтяне, которые, соответственно, тоже во главе с фараоном могут не поверить тому, что Моисей придет и скажет им, вот, Бог послал меня вывести народ в пустыню. А если они не поверят? Ну, во-первых, обратим внимание на довольно большое трезвомыслие Моисея, как исторического героя в этом повествовании. А во-вторых, вот смотрите, если не поверят, не послушают и скажут, не являлся тебе Господь Бог, что мне им сказать? И Господь говорит ему, вот, возьми жезл, жезл превращается в змея, змей там, значит, уползает, Моисей берет змея за хвост, тот становится жезлом. Короче говоря, дают Моисею некоторые чудеса совершать, чудеса, удивительные, необъяснимые вещи, жезл превращающиеся в змея, ну, и там, рука побелевшая от проказа и тут же исцелившаяся, и еще превращение воды из реки в кровь. Но рассказ этот предлагает нам увидеть вот что. Бог дает Моисею силу чудотворения, хотя ограниченную очень узким конкретным набором чудес, не так вот, что прямо делай все, что хочешь, необыкновенное, только определенные вещи, и не предполагается, что это правильно, что Бог возьмет и даст Моисею этот самый дар чудотворения. Только когда Моисей высказывает некоторую слабость и сомнение в своей способности исполнить порученное, то есть, судя по рассказу самому, повторю снова и снова, нас еще и интересует это как нарратив, который после плена записывают, чтобы осмыслить, что такое Израиль и его отношение с Богом. Вот, согласно рассказу, не предполагается, без чудес должно было бы обойтись, и только как будто бы сам Бог этого не знает или не хочет, не предполагает, а только Моисей обращает внимание Бога на то, что, ну вот, нужны какие-то подтверждения, нужны какие-то знамения, чудеса. Вообще, конечно, это очень важно, потому что в результате многоразличных исторических несуразностей христиане стали очень неадекватно воспринимать чудеса, да хоть бы их и вовсе не было. Это на самом деле ничего не меняет в наших отношениях с Богом. Моисей, Бог говорит, пойди и скажи народу моему, я услышал ваше страдание и буду вас избавлять. Не надо для этого никаких экстраординарных вещей, или как Господь Иисус, даже совершая чудеса, говорит практически всегда, иди никому не рассказывай. То есть на самом деле те отношения с Богом, которые лежат в основе библейского повествования, библейского откровения, не предполагают чудес как средство укрепления в вере или удостоверения откровения. Не предполагают. Здравомыслящий, духовно трезвый человек вполне может обойтись без них, не становясь ни их, так сказать, соучастником, ни адресатом. Это чрезвычайно важная вещь. Еще раз повторю, христиане православные в том числе в общем на этом пути, конечно, приткнулись. Мы не в состоянии адекватно к этому относиться, и разнообразные артефакты, да, ну, значит, для нас гораздо больше, чем следовало бы. Да, теперь, помимо вот этого рассказа в начале четвертой главы, Моисей также сообщает Богу, что человек я неречистый, и таким был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, тяжело говорю и косноязычен. Ну, при этом, заметьте, что сам по себе библейский рассказ никаким образом не предъявляет нам косноязычие Моисея, но, с другой стороны, это и не документальный жанр, поэтому странно было бы этого ожидать. Тем не менее, вот факт, остается фактом, Моисей говорит, я не могу сказать, я не могу сформулировать, косноязычный скорее все же подразумевает здесь не то, что у него медленно ворочается язык и плохая дикция. Скорее все же нет, скорее речь идет о том, что Моисею трудно подбирать слова, его речь не такая уж правильная, грамотная, внятная, убедительная. Ну, вот какие-то такие особенности Моисей за собой знает, их Богу исповедует. С одной стороны, ну, мало какие у кого трудности, и открывать Богу свои немощи, слабости для исполнения подобного поручений, ну, это нормально, естественно и правильно. Другой разговор, что Моисей в этой истории скорее пытается увиливать от Божьего поручения. И вообще подобного рода повороты сюжета встречаются в истории Исхода достаточно часто. И, кстати, не только в истории Исхода, когда существует некоторое призвание Божье, которое поручается людям, и эти люди на самом деле не очень-то охотно за это берутся, или вовсе не берутся, или даже бегут от этого поручения, как герой книги Ионы, или говорят, как и имея горе мне, ты создал меня человеком, ссорящимся со всей землей. Одним словом, Слово Божие не пытается представить нам некоторую агитку, в которой Бог произносит лозунг, все берут под козырек, и в нужный момент нужный персонаж с тройными рядами, как один из детьми, вот, значит, бежит куда-то там чего-то исполнять. Нет, нет, это всегда почти представлено как некая трудность для людей. На самом деле, есть только один человек, о котором Библия не рассказывает ничего подобного, это Господь наш Иисус Христос. Да, и так Моисей говорит Богу, что я неречистый, мне трудно говорить, неубедительно получается, в общем, не оратор. И на это Господь, в общем, даже, я бы сказал, с некоторым гневом говорит Моисею, кто дал уста человеку, и кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым. Не я ли, Господь Бог? Понятное дело, что трудно эту интонацию приписать действительно всемогущему Богу. Скорее, она входит в художественную, так сказать, ткань рассказа и должна быть отнесена на долю рассказчика. Тем не менее, вот действительно, снова, как в предыдущем фрагменте, Моисей предлагает увидеть Богу свою слабость, Бог уже начинает сердиться. Я это делаю, я даю глаза зрячим, и, значит, делаю немым или глухим. Вот почему? Потому что снова теперь Бог решает еще и эту проблему в связи с нежеланием Моисея, некоторым нежеланием. И он говорит, вот у тебя есть брат Аарон, левитянин, ну, понятное дело, что они оба из колена, левийно, вот, ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих, и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. Таким образом, Господь вот предлагает разделить эту задачу, это служение с Аароном, братом Моисея, который достаточно красноречив. Таким образом, посмотрите, здесь получается вот какая схема. Бог дает откровение, Моисей его воспринимает, довольно косноязычно пытается передать откровение Божье Аарону, при том, что сам Моисей едва ли может его сформулировать. Аарон формулирует и говорит людям. Вот такая вот цепочка опосредования, когда откровение собственно доходит до людей сформулированной кем, вот где, на каком этапе оно превращается в человеческие слова. На этапе передачи от Бога к Моисею или от Моисея к Аарону, или от Аарона к народу. Вот этот достаточно длинный путь, он, как утверждает этот рассказ, весь Бога вдохновенный, потому что я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать. Но, тем не менее, при Бога вдохновенности этой передаче откровения здесь на самом деле не вырисовывается то, что потом стали называть диктантом, божественным диктантом в средние века это называли. Представление, что Бог продиктовал Моисею Тору, ну и Моисей там записал, все зафиксировано и, соответственно, не подлежит попыткам понимания и исследования. Нет, не так. Очень, очень, очень опосредованно превращается откровение Божье в слово, которое люди могут запомнить и зафиксировать. Ну вот, и таким образом, закончив убеждать Моисея, дав ему в качестве глашатая его брата Аарона, Бог говорит, иди все-таки, иди в Египет и возьми жезл твой, тот жезл, который был обращен в змея, им ты будешь творить знамение. Дальше, кстати, несколько раз еще будет уточняться, что это именно тот самый жезл, который превратился в змею и потом обратно в жезл, чтобы читатель, по-видимому, не путал его с Аароновым жезлом. Это жезл Моисея. Можно было бы подумать, что Моисей, сразу подобрав полы платья, бежит в Египет, но Моисей не комсомолец, поэтому до путешествия в Египет еще необходимо должны быть сделаны некоторые важные вещи. Ну, в частности, у Моисея существуют определенные обязанности, обязательства по отношению к людям, в первую очередь к жене и к тестью, который приютил его, когда Моисей был скитальцем в пустыне. Поэтому Моисей идет к Иофору и объясняет ему, говоря, что я пойду в Египет, посмотрю, что там с братьями моими, живы ли они еще. Ну, вот там такой мотив, ладно. Важно, что Моисей находит нужным объясниться с Иофором, сказать, куда он идет, с какой целью и, соответственно, не разрывая отношения. Важное очень слово здесь в 18-м стихе «иди с миром», как сказал Иофор Моисею. Стало быть, вот это не будет ни предательством, ни бегством, а действительно задачей, которую там Бог поставил перед Моисеем и еще выполняет. Потом мы увидим, что Иофор будет еще иметь значение в повествовании, в некоторые ключевые моменты уже после исхода будет давать советы Моисея и советами тести своего Моисея будет пользоваться. Ну, историки подозревают, что действительно некоторые средства, которые использованы были во время исхода для организации народа исхода, были действительно подчеркнуты из арсенала семитских племен небольших, которые там кочевали в Синайской пустыне. По сути, важно еще расскажу, что Моисей прежде, чем отправиться исполнять Божье поручение, устраивает здесь свои дела, заканчивает и только после того, как доложился, так сказать, Иофору о том, что он идет в Египет, только после этого берет жену, сыновей и отправляется в землю египетскую, посадив сыновей на осла и взяв жезл Божий в руки своим. И снова Господь повторяет поручение, ну или, может быть, составитель еще раз помещает в эту точку рассказа сообщение о том, что же именно поручает Бог Моисею в Египте. Сказал Господь, пойдешь, возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона. Это совершенно по-другому рассказ, абсолютно не так, как в начале этой самой главы, потому что там Моисею было сказано в начале главы иди, он говорит, я без чудес никого не смогу убедить, ну, хорошо, вот на тебе чудеса, здесь же говорится сразу, иди, чудеса не забудь, жезл свой там в шатре у Иофора или где-нибудь еще не оставь, смотри, а то, что ты будешь делать, сделай чудеса, которые я тебе поручил, перед лицом фараона. и вот в этом рассказе, который находится с 21 по 23 стихи, здесь, собственно говоря, повествование сформулировано как некоторое предвидение. Бог говорит Моисею, я ожесточу сердце фараона, и он не отпустит народа. И это высказывание, эта фраза на протяжении следующих глав будет встречаться еще несколько раз. Ну и, в общем, смущать читателя фраза «Я ожесточу сердце фараона», потому что, понимаете, мы дальше увидим с вами, что на фараона и на всю его страну, на весь народ Египта обрушиваются серьезные бедствия, серьезные бедствия, то, что мы сейчас назвали бы экологическими катастрофами, и гибель людей они за собой влекут, и все это очень тяжело, действительно, по-настоящему бедствия. Казни египетские это не фигура речи. Однако ж, во-первых, для современного читателя совершенно неразрешимый вопрос, почему упирается рогом в плинтус и не исполняет волю божьей фараон, а бедствия обрушиваются на народ египетский. для современного общества, для современных людей в теории, по крайней мере, это непонятно, и кажется, что так быть не должно. На самом деле сегодня мы видим и в истории, и в жизни наших обществ ровно один к одному то же самое, когда косячит, как теперь говорят, фараон, это вообще их, так сказать, главный профессиональный навык фараонов, вот, умного они ничего не в состоянии делать, а страдает от этого весь народ, который совершенно этого фараона не избирал, за него не голосовал, решения о установлении фараонства не принимал, его никто не спрашивал, а если спрашивали, то только сделали зит, и поэтому в современных псевдоэлекторальных режимах на самом деле уровень ответственности нас всех за своих фараонов достаточно эфемерный на самом деле, и в политических кризисах это видно очень ярко. Так вот, первый вопрос, о справедливости, где справедливость, фараон ожесточается, фараон не отпускает Израиль, а жители этой страны должны страдать. Тут надо сказать, что толкователи дают множество разных ответов, фараонов, начиная с того, что да, действительно, они же терпят над собой этого фараона, обычно какие-нибудь, ну, даже не будем привязывать эти варианты толкования к разным политическим или социально-политическим позициям, каждый сам может догадаться, ну, вот, они же терпят над собой этого фараона, значит, они всем довольно разделяют его идеи, поэтому разделяют и ответственность за поступки фараона, ну, может быть, хотя, конечно, не выглядит это неубедительно, мне тем более справедливо. Кто-то говорит, что так устроен древний мир, фараон и его подданные представляют собой одно целое, подданные не могут принимать решений вообще, они даже и, собственно, Моисей отпрашивается, так сказать, ни у подданных, ни у египтян а у фараона, ну, вот, они безликие, недействующие лица истории, такие вот пассивные страдательные акторы, ну, может быть, так, может быть, еще каким-то образом можно ответить на этот вопрос, но вопрос есть, и заметьте, что дальше в Слове Божьем он будет только усугубляться, этот вопрос, почему должны одни люди и должны ли отвечать за поступки других. Мы увидим эти вопросы и у Ильи, и в книге Изекииля, и у Иеремии, и в словах отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина. Тот же вопрос будет подразумеваться, а иногда и явно формулироваться уже по отношению к Израилю и израильским царям. Одним словом библейская культура видит некоторую здесь неясность, неясность, то, что трудно объяснить и оправдать с богословской точки зрения коллективную ответственность. И так или иначе везде, где об этом заходит речь, скорее все же библейское повествование предполагает, что никакой такой коллективной ответственности быть не должно. Но это и таким образом оказывается издержками устройства социальной жизни в виде государства. И еще один может быть не менее, а даже и более головоломный вопрос, головоломный в отношении вот этого рассказа 21 по 23 стих это вот что. А за что собственно Бог обрушивает бедствия на голову фараона и несчастных египтян, которые тут вообще ни при чем, которых никто не спрашивал отпускать или не отпускать народ, которые вообще ни сном, ни духом ни в чем не динаты. Почему эти бедствия обрушиваются на фараона и его страну, если Бог говорит, я сам ожесточу сердце фараона? Ну, ты ожесточил сердце фараона? Ты ешь этих песьих мух или чего там, да, какие-нибудь очередные казни египетские? Кто несет ответственность за поступок и что означают эти слова? Я ожесточу сердце фараона. И тоже нельзя сказать, чтобы мы смогли за три с половиной тысячи лет с этих событий прошедших сформулировать один какой-нибудь достаточно убедительный ответ. Нет. Ну, смотрите, что, тем не менее, здесь можно сказать? Сейчас не знаю, а скажем, вот в конце восьмидесятых и в самом начале девяностых в нашем обществе и этот, и предыдущий названный мной вопрос вызвали чрезвычайно эмоциональную реакцию. Чрезвычайно эмоциональную, потому что в те времена мы все переживали бедствия, причиной которых была мягко скажем, неудачная политика наших фараонов в предыдущие десятилетия, особенно всех. Ну, вот как бы, так переносилась эта история в тогдашнюю жизнь. В других контекстах мы тоже можем найти полно подобного рода примеров. Я, ты ожесточил сердце фараона, чем виноват фараон? За что тогда его карать? И в конце концов, если ты ожесточил сердце фараона, ну, умягчи его, можно ведь и так сказать, умягчи, чтобы фараон стал белый, пушистый и отпустил народ израильский и еще бы там ему билеты бизнес-классом до горы Синай бы вручил. Дело в том, что очень значительная часть Библии, всей библейской культуры, особенно в Ветхом Завете, нередко считает и представляет Бога как единственного по-настоящему свободного действующего лица в истории. Это очень неожиданная точка зрения для нас. Современные люди на словах в рациональном дискурсе думают по-другому. внутри, в подсознании мы на самом деле думаем точно так же. А в те времена, когда записывается, формулируется этот рассказ, все уверены, Бог все делает, никого другого кроме Бога не существует. все остальные действуют по его воле. И положительные герои, как Моисей, причем заметьте, что у положительного героя, как у Моисея, еще есть некая относительная свобода, сказать, я не могу, я не речистый, мне нужны чудеса, чтобы быть убедительным, но все-таки он исполняет волю Божью. Или как положительный герой, как, скажем, Кир Второй в эпоху пророчеств Исаии Вавилонского, о котором Бог говорит, вот, я держу тебя за правую руку, этот Кир Второй язычник и вообще отнюдь не образчик добродетелей, скажем, прямо, однако реально решение принимает и действует в истории Бог, и каждый, в том числе и Кир Второй, станет своей орутием, но точно так же и бедствия от Бога добро и от Бога зло, неужели мы доброе будем принимать, зло мы не будем, принимать, говорится в прологе книги Иова, и там Бог обрушивает бедствия, пророки с большим трудом, многократными повторениями, говорят, вот я наведу народ сей пагубу, плод помыслов их, с трудом и далеко не всегда размывается эта парадигма Бога, как единственного, кто совершает, что бы то ни было, добро или зло, здесь возможно от этой формулировки «я ожесточу сердце фараона» подразумевает, что Бог ведет Моисея, Бог ведет фараона, все ведет Бог, и тогда получается, что «я ожесточу сердце фараона» это некое гипербола литературно-поэтическое преувеличение, и речь идет о том, что вот там Бог сталкивает относительно свободных, относительно, только относительно самостоятельных действующих лиц, а реально действующим лицом является Бог один. Ну, нет, нужно говорить, что при всей своей традиционности этот взгляд ущербен, и сам Бог в откровениях пророкам в частности, и, конечно же, в Евангелии, в общем, говорит о том, что нет, это не так, существует свободная воля человека. Здесь ведь еще проблема парадигмы в том, что если действующим лицом единственным в истории является Бог, и в любых поступках, и в любом выборе каждого персонажа на самом деле за ним таится свою любовь, тогда спрашивается, а что тогда такое грех, а в чем тогда люди призваны каяться, если вот фараон, должен ли он каяться в том, что ожесточилось его сердце, вот приходя на исповедь, ну, или в конце концов, как мы полагаем, фараон, померев, рано или поздно, все равно предстанет перед Богом, и Бог ему скажет, ну, что же ты, а фараон скажет, а я при чем здесь, это ты ожесточил мое сердце, и поэтому как бы никаких обязанностей по лизанию сковородки на фараоне вроде как и не лежит. Так ли это? Всерьез на самом деле все эти решения, в том числе такие решения фараона, проходят где-то на заднем плане, как некоторый фон исторических событий. Там что-то происходит, фараон то ли решает, то ли не решает, но по-настоящему для сюжета, о котором рассказывает книга Искуда, это не имеет значения. Ну и наконец, всерьез говоря, ожесточение сердца это событие, которое происходит отнюдь не только с фараоном. Мы увидим это потом в летописях и в книгах пророков, в многочисленных случаях в среде царей Израиля настолько, что возникает соблазн думать, что это тоже профессиональное заболевание царей, ожесточение сердец, но нет. В отношении власть имущих или знатных в народе Божьем и в отношении всего народа в целом подобного уже рода высказывания мы заметим. И оказывается, в общем, если подвести некоторый итог этому разговору, у людей в конце концов есть всегда некоторый выбор между тем, последовать воле Бога, замыслу Бога или не последовать. Вот Моисей не очень охотно пытаясь как-то отказаться, но тем не менее все-таки следует замыслу Бога. И события с его участием происходят определенным образом. А вот фараоны или другие отказываются. И это, собственно, и называется ожесточением сердца. не то, чтобы фараон свирепеет, хотя свирепеет, конечно, и в следующей главе об этом будет очень подробный разговор. Не в этом дело ожесточу сердца фараона не означает здесь, может быть, эмоционального, накала эмоциональной реакции фараона, а скорее говорит о том, что перед лицом предлагаемого Богом выбора некий человек делает выбор против Бога. Вот это называют словом ожесточил сердце фараона. Не в том деле, что у фараона там от ярости рожу перекосило, она у него и так была не Венера Миловская, понимаете, а в том деле, что он выбрал путь в противостоянии с Богом и на этом пути напряжение только нарастает. Вот. И в этом смысле, да, все, кого фараон увлекает за собой, да, кто становится на стороне фараона, в этом противостоянии, в этом давлении так или иначе участвуют. И заметьте, что примерно та же самая логика, хотя с обратным знаком, наблюдается в Откровении Анны Богослова, где автор говорит о том, что Агнец сталкивается с противостоянием зверю этому апокалиптическому, да, с миром, с им, с государством, со всем вот этим, вот, да, бесконечными драконами, и те, кто выбирают сторону Агнца, участвуют в том, в тех катастрофических событиях, которые происходят, и наоборот. То есть, вопрос, собственно говоря, ожесточения сердца фараона в том, что фараон выбирает. Здесь есть еще одна сложность, связанная с тем, что фараон, как потом выяснится, совершенно не готов считать бога богом. У Египта своих богов пруд пруди, и еще какой-то бог вот этих гастарбайтеров, которые чего-то там от фараона требуют, а фараон не верит в него, и не обязан, как будто бы. На самом деле, вот в эти рассуждения авторы и редакторы не вдаются от слова совсем, это современный вопрос, а тогда для них главное было сказать, что вне зависимости от того, верит фараон или нет, бог существует, бог существует, и его воля Альфа и Омега первая, она же последняя в списке имеющих значение. Ну и, наконец, заключительная часть четвертой главы содержит довольно странные вещи, странный очень рассказ, где вот Моисей берет жену, идет детей, идет с ними в Египет, везет детей на осле. Дорогой случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Встретил его Господь и хотел умертвить его. Ну, надо сказать, что фантазия толкователей в поисках объяснения, что же там такое ночью на ночлеге на дороге с Моисеем случилась, фантазия чрезвычайно бурная, и не будем даже перечислять вариантов. Понятно, что происходит некое событие. На самом деле, ни тот составитель рассказа, ни тот, кто рассказ записывает, ни боговдохновенные редакторы не нашли нужным объяснять, что произошло, потому что не это важно, а важно, что Бог противостал Моисею, хотел умертвить его. Как бы получается, что Моисей-то все уже делает как надо, чудеса ему дадены, а Аарон ему назван в качестве глашатая, Моисей согласился, все уладил, с Иофором договорился, идет, уже идет исполнять божьи поручения, и бог его как будто бы спрашивает, ну ты хорошо подумал, ты решил, ты идешь по этому пути, точно, насколько это для тебя важно. Вот, собственно, что означает эта история. И таких несколько мы увидим в Священном Писании, это не единственное. когда оказывается нужным, может быть, больше для Моисея, для самого человека, который это делает, нужным определить для себя божье поручение как абсолютно экзистенциальную жизненную задачу, без которой человек сам жить не сможет. Подобного рода сюжеты мы увидим и в биографиях некоторых апостолов, в том числе Павла, некоторых библейских пророков, конечно же. Вот, потому что действительно, когда люди призваны на служение Богу, им самим нужно преодолеть некоторое сопротивление, чтобы понять, до какой степени связано существование этого человека и исполнение поручения, экзистенциальная задача. Вот, собственно говоря, в этом все и дело. И можно, повторю, не гадать, не пытаться придумать, какое именно бедствие. ну, чаще говорят, что там какое-то заболевание случилось, но, повторю, совершенно безосновательно не об этом разговор, а о том, что решит Моисей. И вдруг оказывается, что Моисей вообще ничего тут не решает, потому что действует всерьез его жена Сепфора, которая берет каменный нож и обрезает сына своего, ну, совершает некое действие вот религиозно-ритуального характера. По большому счету, сегодня нам не так важно, почему были не обрезаны дети Моисея. Ну, допустим, там закон еще не был дан. А, допустим, в племени Иоанфора и его дочери Сепфоры так было не принято. Не знаю. Почему-то они были не обрезаны, и вот Сепфора нечто действует, собирая, да, такой жест собирания кровной семьи. Моисей, дети, сама Сепфора, вот кровь, которая, что-то вот такое вот. Для нас важно, что они объединены общей кровью. Ты одной кровью, ты и я. Теперь, чаще говорят, одним миром мазаны. Вот они соединены этим действием, которое они совершают перед Богом и для Бога. Подобные проявления религиозности, там, каменным ножом обрезан, не обрезан, для нас сегодня абсолютно неорганичны. Поэтому было бы крайне неосмотрительно пытаться почувствовать смысл, который реальная Сепфора могла в это вкладывать. Максимум мы можем увидеть здесь, в этих нескольких строках, разговор для редактора текста, важный для составителя, разговор о том, что жена Моисея оказывается объединена с ним в этом поручении Моисея. Они действуют, как некоторые перед Богом одно целое, объединенное заветом крови. Завет, который абсолютно ненарушим и который, собственно, и должен был быть заключен для того, чтобы явить Моисею и всем, кто с ним движется в Египет, вот их единство и их преданность воле Божьей. Вот, собственно, логика того, чтобы там Господь хотел Моисея умертвить. Если он хотел умертвить, чего не умертвил? Если хотел умертвить, зачем призывал? Ну, понятно, что это вопросы показывают абсурдные оттенки интерпретации, а на самом деле важно для Моисея понять, что вот вместе с Сепфорой и детьми в завете крови движение вот по направлению воли Божьей. Это единственный путь жизни. Ну, и, наконец, еще одно чудо в самом конце главы, когда Господь говорит Аарону «Пойди навстречу Моисею в пустыню». То есть, предполагается, что Аарон не знал ни где Моисей проходит, ни вообще того, что Моисей идет, но, тем не менее, вышел в пустыню и удивительным образом его встретил и, собственно, Моисей пересказывает Аарону все, что сказал Господь. Заметьте, Аарон теоретически, по крайней мере, может сказать «нет, знаешь, сходи на курсы развития речи и решай сам свои вопросы, а у меня там, не знаю, хозяйство». А не, между прочим, как мы потом увидим с вами, им обоим за 80, на минуточку. Аарон призывается так же, как призван Моисей. Необходимо, чтобы, по крайней мере, ключевые действующие лица согласились, Аарон в частности. И вот, соответственно, Моисей с Аароном приходят к народу, говорят, Аарон пересказал им слова, которые говорил Господь Моисею, и Моисей сделал знамение и поверил народ. И, услышав, что Бог посетил сынов Израилевых и увидел страдания, преклонились и поклонились. То есть, здесь, как будто бы, уже никаких препятствий нету. Потом, дальше-то, в повествовании, мы увидим, что это все очень непростой путь. И вначале они услышали, поверили, преклонились и поклонились, но это еще не все. Они вроде бы все сделали правильно, выбрали правильно будущий народ Божий, будущий народ. Но на этом не заканчивается путь. Субтитры создавал DimaTorzok